Ну и для начала хотел вас пригласить на свой резервный канал Электрохобби, который находится на Яндекс.Дзене. Если мои ролики будут удобнее смотреть именно на этом канале, то переходите, подписывайтесь, ну и следите за выходом новых моих видео. Ссылка на этот резервный канал будет в описании под этим видео. Продолжение следует... Нам нужно измерить площадь вот этой части. То есть обмотка у нас находится вот в таком положении, а вот эта часть сердечника, которая внутри проходит. Площадь вот этого поперечного сечения нам как раз магнитопровода и нужна. Для этого в сантиметрах нужно измерить вот эту сторону и вот эту. Перемножить друг на друга и полученный результат, а именно уже площадь, возвести в квадрат, то есть умножить само на себя. Ну и в этом случае мы в упрощенном виде получаем вот габаритную мощность. Ту, на которую можно рассчитывать с конкретным трансформатором. Ну и в моем случае это мощность вот 40 Вт. Но дело в том, что вот эта расчетная габаритная мощность относится именно к размерам самого магнитопровода. То есть именно с этим сердечником на какую мощность можно рассчитывать. Но ведь мощность трансформатора может еще зависеть и от обмоток, а именно какого количества витков на 1 Вт они могут содержать. Допустим можно сэкономить на меди и намотать меньше витков, но при этом трансформатор будет работать на пределе своих возможностей. КПД у него будет плохой при такой работе, да и нагрев у него будет достаточно большой. Но при этом мы сэкономим как на размерах сердечника, так и на количестве намотанного провода. То есть мы затратим меньше, потеряв тем самым КПД, но и увеличив нагрев. Но эту же первичную обмотку мы можем намотать большим проводом, то есть больше количества витков на 1 Вт дать. При этом выходная мощность у нас уже будет меньше, чем в первом случае, когда мы перегружали трансформатор. Но при такой облегченной работе для трансформатора у него будет минимальный нагрев и максимальный КПД. Так что габаритная мощность это одно дело, а вот как мы намотаем сами обмотки это уже другое дело. И для какого режима работы мы рассчитаем данный трансформатор. Но таким образом далеко от габаритной мощности мы конечно не уйдем, применяя различный расчет к самим обмоткам. Но тем не менее сдвинуться примерно процентов на 15 у нас получится. И получить либо экономию по материалу, либо же наоборот повышением некоторых характеристик самого трансформатора. А какие именно процессы могут происходить внутри трансформатора и в первую очередь это ток и напряжение. То давайте для новичков поясню что к чему. Но поскольку я уже сказал как габаритную мощность высчитывать, то еще стоит сказать как реальную мощность выходную можно посчитать. Опираясь на диаметр провода и на то напряжение которое выходит с выходной обмотки. То есть как известно выходная мощность будет равна напряжению умноженное на максимальный ток, который может обеспечить обмотка. Но напряжение можно просто измерить мультиметром. А вот максимальный ток, который может выдать данная обмотка высчитывается по такой простой формуле, исходя из диаметра данной обмотки. Плотность тока обычно для трансформаторов берется в районе где-то 2-3, ну пусть там 3,5 ампера на миллиметр квадратный. Ну и в это место подставляете троечку. А сюда в миллиметрах подставляете тот диаметр провода, который вы измерите на выходной обмотке. Ну и после того как вы посчитаете, вы получите тот максимальный ток, который может обеспечить данная выходная обмотка. Ну а потом этот рассчитанный ток просто умножаете на напряжение, ранее измеренное на выходной обмотке, и получаете реальную выходную мощность, которая может обеспечить данная выходная обмотка. Ну а теперь что касается самих процессов, которые происходят в трансформаторе. Здесь на рисунке изображен трансформатор, это его входная обмотка, первичная, ну это выходная. На первичную обмотку мы подаем сетевое напряжение от 230 вольт. Я буду пояснять процесс в режиме холостого хода трансформатора, то есть когда к выходу нагрузка никакая не подключена. Ну и для начала стоит сказать, что индуктивные элементы, а именно катушки всевозможные, помимо активного сопротивления, обладают еще и реактивным сопротивлением при работе с переменным током. То есть если активное сопротивление, это сопротивление только от проводимости самого провода, зависящее от материала самого провода. И вот это сопротивление активное можно измерить просто обычным мультиметром, то есть в режиме измерения этого самого сопротивления. Но вот если на катушку подавать переменное напряжение или импульсное, то у катушки возникает еще и реактивное сопротивление, то есть индуктивное. И реактивное сопротивление может быть в сотни раз больше, чем активное. То есть если мы к первичной обмотке просто подадим вот сюда напряжение такое же, только постоянного тока, плюс и минус, то данная первичная обмотка у нас просто начнет очень сильно нагреваться и никакой трансформации не будет у нас. Следовательно, на выходе мы никакого напряжения не получим. Но при этом у нас просто будет происходить банальный нагрев данного трансформатора. Ну и провода, и сердечника, естественно. И вот эта сила тока, которая будет проходить через обмотку при постоянном токе, можно будет рассчитать от напряжения, деленное на активное сопротивление. Но это активное сопротивление, оно крайне мало. Поэтому и большой ток, поэтому и большой нагрев. Но вот когда мы подаем сюда переменное напряжение, а переменное напряжение меняется во времени и имеет синусоидальную форму, то есть волнообразную. И именно когда происходит изменение величины тока в обмотке, в самой обмотке образуются электромагнитные поля, которые препятствуют движению этого самого тока. Ну и вот это препятствие и способствует возникновению вот этого самого реактивного сопротивления. То есть на реактивное сопротивление уже влияет электромагнитное поле, которое порождается в самой обмотке. И поскольку вот это реактивное сопротивление может быть в сотни раз больше, чем активное, то и ток здесь будет в сотни раз меньше, чем в первом случае, когда мы просто сюда плюс-минус подавали постоянный ток. И уже при уменьшенном токе, ну тот ток, который нужен для трансформатора расчетный, нагрева никакого не будет, либо он будет минимальный. И при этом у нас будет нормально происходить процесс трансформации и возникновение напряжения на вторичной обмотке, на выходной. Что происходит в самый начальный момент. То есть когда напряжение переменное от нуля начало подниматься до максимального своего значения, то есть увеличиваться. В самом магнитопроводе происходят следующие процессы. Есть такие понятия, как индукция и напряженность поля. Некоторая напряженность поля возникает в самой катушке, когда на нее подается напряжение. То есть допустим у нас имеется одна катушка без сердечника, и мы на нее подаем какую-то величину напряжения. В этот момент вокруг катушки образуется электромагнитное поле, величина которого будет зависеть от тока, который будет протекать через катушку, ну и количество витков. Чем больше, тем будет больше вот эта напряженность. Но когда мы внутри этой катушки помещаем сердечник, то вот эта напряженность, которая возникла вокруг катушки, оно начинает воздействовать на домены внутри сердечника, то есть магнитопровода. А домены это мельчайшие магнитные частицы внутри самого сердечника. То есть если изначально сердечник не проявляет магнитных свойств, а просто является куском металла, то когда мы на него воздействуем электромагнитным полем, то вот эти домены, если они изначально были хаотично расположены, тем самым друг друга компенсируя, и в целом сердечник был магнито-нейтральный. Но как только эта напряженность от обмотки начала воздействовать на эти домены, разворачивая их все в одну сторону, тут уже начинает проявляться магнитная индукция, то есть магнитные свойства самого сердечника. То есть вот эта нижняя ось, ось напряженности, это электромагнитное поле самой катушки, которое порождает это поле. И оно является как бы стартовым для образования большего поля, как бы усиляющим это самое поле, которое уже образуется в самом сердечнике. И вот на этом графике можно видеть сам процесс образования этой индукции. То есть изначально начало увеличиваться здесь поле в самой катушке, и чем вот эта напряженность больше этого поля, тем вот эта магнитная индукция самого сердечника также начинает увеличиваться до тех пор, пока все домены не повернутся в одну сторону внутри него. От нуля до вот этого участка идет такой более-менее линейный процесс увеличения этой индукции, и вот этот промежуток обозначим буквочкой А. Далее идет такой перегиб, там где при линейном увеличении напряженности уже начинается уменьшение интенсивности вот этой индукции магнитной. И вот этот участок мы обозначим буквочкой B. И есть участок насыщения, там где магнитная индукция уже больше не увеличивается, а остается на своем уровне. Как бы мы не увеличили напряженность поля за счет самой катушки. И сердечник нам не может обеспечить вот эту индукцию в силу своего уже перенасыщения. Если на участке А, когда максимально проявляется индукция, у нас будет максимальное реактивное сопротивление, а следовательно и минимальный ток, ну и минимальный нагрев в самом трансформаторе. Если мы рассчитаем периодическую обмотку, чтобы она работала в таком диапазоне от нуля и до этого участка, то есть в диапазоне А, то в этом случае у трансформатора у нас будет максимальный КПД, который он может обеспечить, и минимальный нагрев, то есть наиболее щадящий режим для трансформатора. Но при этом мы и мощность на выходе получим меньше, чем ту, если бы мы его трансформатор гоняли на полную катушку. Вот эта первая кривая, которая идет от нуля и до максимума магнитной индукции, это происходит в самый начальный момент, то есть в тот момент, когда мы только подали напряжение. При первой полуволне переменного тока эта линия идет по этому пути. После того, как полярность переменного тока меняется, идет процесс перемагничивания сердечника, и эта магнитная индукция идет по этому пути, то есть вот так доходит вниз. Опять полярность переменного тока меняется на противоположную, и вот эта магнитная индукция уже идет не от нуля, а вот с этой точки. Ну а по сути она повторяет форму переначальной вот этой дуги. И в процессе работы с переменным током, то есть с синусоидальной формой, мы получим магнитная индукция в эту сторону идет. При обратной полуволне она возвращается по этому пути. Опять полярность меняется, опять вот так идет. Опять полярность меняется, опять возвращается. И вот эта форма изменения индукции магнитной уже называется петлей гистерезиса. На этом графике можно увидеть зависимость тока и напряжения от первичной обводки. И также вот есть вот этот участок А. То есть этот участок А здесь показан на электромагнитных свойствах сердечника. А здесь он показан уже в зависимости с током и напряжением. Но этот участок будет соответствовать вот этому участку, там где у нас будет плавно увеличиваться ток на первичной обводке. И максимальное его значение не будет выходить за рамки от тех расчетов, которые были произведены для самих катушек этого трансформатора. И вот на этом графике уже можно увидеть форму тока для этого участка, участка А. И здесь форма тока будет приближена к синусоидальной, то есть к той форме, которая изначально подается на первичную обводку тока и напряжения. Это что касается щадящего режима для трансформатора. Но при этом мы с него не выжмем максимум возможностей по мощности. Если мы допустим с того же трансформатора, с тех же размеров, хотим выжать большую мощность, но при этом не увеличивать размеры этого трансформатора. Мы можем рассчитать обводки, а в первую очередь это первичная, чтобы она содержала немножко меньше витков провода. Тем самым мы опять же сэкономим на самом проводе. И вот эту магнитную индукцию загонять от нуля уже чуть дальше, там где уже происходит изгиб. В принципе режим работы с участком Б также считается нормальным и допустимым. Но при этом уже трансформатор начинает снижать, хоть и незначительно свой КПД, но и также уже начинает проявляться больше нагрев, чем вот в первом случае в диапазоне А. И нормальными расчетами для трансформатора могут быть А и Б, вот эти два диапазона. Но когда мы заходим в диапазон Б, у нас уже начинает на этом участке резко повышается ток, и вот именно на этом участке проявляется неэкономность трансформатора и снижение его КПД. Когда мы заходим на этот участок, у нас уже начинают происходить вот такие пики тока, поскольку сердечник начинает переходить уже в зону насыщения, то есть приближаться к ней. И рассчитывать свой трансформатор для такого режима, конечно можно, но это опять же приемлемо в тех случаях, когда нам нужно сэкономить на проводе, на обмоточном, и на размерах самого монетопровода. При этом коэффициент полезного действия нагрев отходит на второй план. И совсем плохой вариант расчета трансформатора, это когда мы заходим уже в диапазон С. То есть вот этот участок, когда уже сердечник насытился, реактивное сопротивление резко уменьшается и начинает приближаться к активному сопротивлению. Ну и как я ранее сказал, в этом случае уже трансформатор просто начинает превращаться в печку. Его способность к трансформированию снижается к минимуму, а его нагрев увеличивается к максимуму. И в этом случае, когда мы заходим на этот участок, у нас происходит резкое увеличение тока. Ну и здесь также вот на этом участке видно, что вот пики такие большие происходят. И именно из-за этих больших пиков у нас резко снижается коэффициент полезного действия, опускаясь практически ниже плинтуса. Такой вариант расчета трансформатора, конечно, неприемлемый ни в коем случае. И такой трансформатор можно получить в силу неправильных расчетов, допустим, сами не желая того, вот из-за своей ошибки сделали вот такой вот очень плохой трансформатор. Либо же расчет трансформатора с захождением на этот участок неприемлемый. К сожалению, свойственен китайцам, которые очень любят оптимизировать вот свои устройства, которые они производят. Ну и, естественно, в целях экономии и меди, и железа. Да, коротковременно такие трансформаторы будут более-менее работать и, возможно, даже выдавать ту мощность, которая пишется на их этикетках. Но, к сожалению, при длительной работе с таким расчетом такой трансформатор, скорее всего, долго не прослужит. Он просто выйдет из строя из чрезмерного перегрева. И таким явным примером, который мне в голову приходит, это трансформаторные блоки питания, которые были на старых игровых приставках типа Dendy. И думаю, многие еще помнят, у кого она и была, что блок питания там практически настолько сильно нагревался при длительной работе, что даже корпус у некоторых плавился. Так что, когда вы будете рассчитывать свои трансформаторы, учитывайте этот момент, что минимальный нагрев и максимальный КПД можно получить только на этом участке. В том случае, когда реактивное сопротивление будет достаточно большое при работе с сетью. И когда сам сердечник трансформатора не будет заходить в зону насыщения. Еще вот эти всплески тока также являются дополнительными помехами для самой сети, что, опять же, не есть хорошо. Так что, новички, берите эту информацию себе на заметку для тех, кто еще об этом не знал. Ну и при расчетах обязательно это все учитывайте. Так что, в принципе, и все, что хотел сказать в данном видео. Ну а на этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, ну и ждем новых видео. Всем всего хорошего. Пока.